Печальная и трагическая новость. 15-летний школьник скончался после операции на глаз. Сегодня карета скорой помощи приезжает к первой школе уже второй раз. Как приняли эту новость педагоги и одноклассники погибшего. Зона безопасности. Основа всех защитных сооружений это герметичность в случае катастрофы. Здесь создается избыточное давление, а для подачи воздуха предусмотрено три режима. Наш корреспондент оценил надежность бункеров. Снежным шапком бой. Здесь бетонное перекрытие, здесь капитальная крыша. А вот где самоделка, мы просто что достаем, убираем. Кто заставил коммунальщиков навести порядок? Как кильки в банке. Вы на нас дошли? Дошла. Люди недовольны работой городских автобусов. Дрожжи не по ГОСТу. Данное вещество, которое получено нами информация, было спрятано вот здесь, где и было обнаружено. В исправительную колонию пытались передать наркотики. Он хочет слышать мир. Поцелуй, Азамин. Поцелуй. Маленькому Азамату требуется ваша помощь. Об этом и не только прямо сейчас. Это новости на телеканале НТР в студии Александр Комаров. Здравствуйте. Выстрел оказался смертельным. Нынешней ночью подросток, которому аноклассник попал в глаз из пневматического пистолета, скончался. С первых минут после трагедии врачи говорили лишь о потере зрения. То, что ранение может привести к гибели ребенка, стало полной неожиданностью для всех. Продолжит Наталья Лушникова. Сегодня карета скорой помощи приезжает к первой школе уже второй раз и, возможно, не последней. Сегодня учителя и ребята, узнав о смерти одноклассника, пребывают в настоящем шоке. Помощь врачей уже понадобилась одной из одноклассниц погибшего и учителю, во время урока которого и произошло ЧП. Сейчас психологи работают с ребятами и педагогами. С их слов общаться с журналистами ни те, ни другие пока просто не в состоянии. Дети в состоянии острого горя. Подавленные, конечно, плачут. Близкий человек, как ни крути, они с ним не менее пяти лет вместе пробыли. Это в любом случае горе. Нам, взрослым, трудно с таким горем справиться, а они еще подростки. Педагоги тоже в состоянии острого горя, потому что они его обучали, они с ним общались так или иначе. В любом случае смерть ребенка, подростка – это горе для всех. Напомним, в минувшую субботу один из учеников принес в школу пневматический пистолет. Передал его однокласснику, не сообщив, что он заряжен. Неосторожное обращение с оружием привело к выстрелу, который стал роковым. Пулька попала в глаз сидящего рядом подростка. Пациент поступил в приемный покой около 11 часов дня. Ему были сделаны обезболивающие препараты. И при осмотре у ребенка было повреждение левого глаза, проникающее ранение с повреждением роговицы, с выпадением оболочек глаза, с повреждением хрусталика. И при объективном осмотре он не давал ни предметного зрения, ни светоощущения. То есть изначально рана неблагоприятная. В этот же день пострадавший был доставлен в Казань, где перенес две операции. После последней у мальчика случилось осложнение. Сегодня в половине третьего утра его не стало. Остановилось сердце. По словам специалистов, предугадать это было невозможно. К сожалению, в раннем послеоперационном периоде, через 7 часов после хирургического вмешательства, которое прошло успешно, ребенок пришел в себя, был в сознании, активен, наступило внезапное, жизнеугрожающее, очень редкое осложнение. Это так называемый глазнично-кардиальный рефлекс. То есть когда опосредован, дело в том, что если вернуться к функциональному строению, к анатомии центральной нервной системы, все мы помним, что глазное яблоко – это часть центральной нервной системы, вынесенная на периферию. И, соответственно, заложены связи, опосредованные через центральную нервную систему, между глазным яблоком, структурами орбиты и сердцем. И есть такое грозное осложнение, когда в результате вот этого воспалительного процесса может произойти внезапная остановка сердца, что и имело место в данной ситуации. К сожалению, реанимационное мероприятие, направленное на спасение ребенка, благодарим, спасти его не удалось. В Управлении образования случай назвали вопиющим и готовы оказать любую помощь семье погибшего ребенка. Я бы хотел выразить свои соболезнования семье Янкеева-Айрата, маме Ольге Васильевне, папе, потому что это действительно тяжелая утрата в связи с этим несчастным случаем. И для нас это вообще была трагедия, сам случай, и сегодня, что ночью произошло. То есть это просто-напросто вопиющий случай для нашего района, для города. Сейчас будут проходить классные часы, работа будет проходить с родителями, а не допущение. То есть мы будем сейчас просить родителей, чтобы они контролировали личные вещи своих детей, которые идут в школу, что они несут в школу. То есть беседы дома, чтобы они проводили, а не допущение, чтобы не приносили в школу колющие, режущие, огнестрельные какие-либо предметы. Попутно решается вопрос и с педагогом, в отсутствие которого произошел выстрел. Со стороны Управления образования ее ждет дисциплинарное взыскание. Более того, дело передано в Следственный комитет. Наталья Лушникова, Евгений Лызаев, Новости НТР. Ну и у многих возникает логический вопрос, как пистолет мог попасть в руки школьникам. Ведь по закону купить пневматический пистолет можно только лицам, достигшим 18-летнего возраста. Но на деле оказалось, что приобрести его может любой подросток. Как показал последний случай, игрушка, которая доступна всем, может принести большую беду. Айгуль Яблонская посетила оружейный магазин. Молодой человек, а вы для кого выбираете? Можно узнать? Я на подарок. А кому? Знакомый. А, девушке. Да, да. А вот для чего, как вы думаете, ей это нужно? Хотелось креативить просто что-то. Ну, то есть необычное что-то взять. Я думаю, девушка сама себе точно не губит. А тут губит, просто она любитель активного отдыха. А как вы думаете, пригодится ей? Конечно, по банкам стрелять. При покупке пневматического пистолета не каждый задумывается, что даже обычная стрельба по бутылкам тоже может довести до беды. Если выстрелить в лицо, последствия могут быть плачевными, как в случае, произошедшем в первой школе. Нет, неправильно. Ну, случайно, вот же, вы с вами, из-за этого, наверное, снимаете. Ребенок, а там, школьник стреляет, ну, там, от одного в глаз. Неправильно, неправильно, я считаю неправильно. Это нельзя. Детям дают ваше-тое оружие пневматическое. Нельзя. Нельзя. Нельзя никакое оружие. Вообще запретить надо оружие. Я считаю, в этом ничего такого нет. Дети могут из чупок и глаз себя выбить. Поэтому пневматику, игрушка, думаю, ничего такого нет. Купить пневматический пистолет сегодня может любой человек и даже подросток. В магазинах большой ассортимент, невысокая стоимость, а главное, для его покупки не нужно никакой лицензии и разрешения. Со слов продавцов, нижнекамские подростки оружие себе покупают, но чаще для них это делают сами родители. Визуально оцениваем людей. То есть, ну, если, даже если нет уж 18-ти, все равно, как-то смотрим, если человек более-менее адекватный, продаем. Если даже люди взрослые из состояния алкогольного опьянения, мы не продаем уж. Визуально еще тоже оцениваем человека. А вот на вашей практике сколько вы работаете? Было такое, что подростки приходили, покупали? Подростки были, были, но обычно приходят с родителями уж. В случае погибшего старшеклассника, его сверстник приобрел пистолеты не в специализированном магазине, а в интернете, на сайте Барахолка. Там представлен огромный выбор, и ценовая политика вполне подъемная для подростков. Купить пневматический пистолет легко и просто, без всяких документов, можно за тысячу рублей. На данный момент действующее законодательство разрешает приобретать пневматическое оружие лицам, достигшие 18-летнего возраста. От себя хочу добавить, при обращении и хранении любого вида оружия необходимо создать условия для сохранности данного оружия и исключить возможность доступа посторонних лиц, в особенности детям. Хотя пневмат и не является боевым оружием, как показал последний случай, его использование может довести до реальной беды, поэтому перед его приобретением стоит сто раз подумать, а надо ли. А родителям все-таки нужно контролировать своих детей и их покупки. Айгули Блонска, Ренат Харасов, Новости НТР. Выпивший водитель привлек внимание пешеходов. Произошло это после того, как мужчина въехал в стоящую ладу Калина, которая в свою очередь залетела под автобус с пассажирами. Очевидцы ДТП еще до приезда полицейских поговорили с виновником аварии. Внятного объяснения получить не удалось, а вот Регина Сулейманова смогла восстановить полную картину событий. Это видео снял очевидец вчерашнего ДТП. Оно сразу же попало в сеть и вызвало общественный резонанс. На кадрах видно, что мужчина пытается наладить диалог с виновником происшествия, но тот не в силах связать два слова. Очевидно, что водитель Гранте пьян. Когда наша съемочная группа приехала на место происшествия, героизм мужчины уже пропал. Наверняка начал осознавать, что натворил. Водитель Гранте влетел в Калину, которая остановилась на светофоре, от удара въехала в автобус с пассажирами. Помощь к пострадавшим прибыла быстро, так как ДТП произошло недалеко от больничного городка. И, как стало известно, в аварии пострадала девушка. Ей понадобилась медицинская помощь. Пострадавшую доставили в больницу с черепно-мозговой травмой. Авария обошлась без серьезных последствий. Хотя все могло закончиться трагедией. В отношении водителя за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения предусмотрено наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления от полутора до двух лет. Но это еще не все. Мужчине предстоит предстать перед судом и не один раз. Регина Сулейманова, Ренат Харасов, Новости НТР. Нижнекамская прокуратура заинтересовалась снегом, который лежит на крышах. Надзорный орган требует от должностных лиц убрать снежные наросты во избежание беды. Поводом для прокурорского вмешательства явились обращения местных жителей по поводу унижающей уборки крыши и территории многоквартирных домов от снега, анализа, сосулек. В ходе проверки было установлено, что в ряде управляющих организаций, управляемых им многоквартирных домах, образовалось скопление снега, анализа, сосулек. По результатам проверки в адрес управляющих организаций были внесены представления об устранении нарушений и привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности. А вот список организаций, которые попали в поле зрения прокуратуры. Это управляющие компании «Вокзальная-1», «Вокзальная», «Жилтиксервис», «Мастерстрой», «Стройхимсервис», «Южное» и «Жилищное коммунальное управление». За неустранение нарушений компании могут получить штраф до 100 тысяч рублей или приостановить свою деятельность на 90 суток. И управляющие компании ошибку признали и оперативно приступили к уборке снега. А мы решили показать вам, как происходит этот процесс. Алмаз Кашаев на себе узнал, в каких условиях трудятся рабочие. Сегодня уборку снега начали с одного из домов по улице «Юности». Управляющая компания «Вокзальная» приступила к предписанию прокуратуры немедленно. Сейчас убирают снег с балконных козырьков. Данный дом, балкон, находится как бы по проекту. Поэтому управляющая компания сама очищает крыши этих балконов жильцов. На уборку снега вышла отдельно собранная группа во главе с мастером. Чистка крыши и балконных козырьков – это целое мероприятие. Работают как следует. Вот, естественно, место, куда сбрасывают снег, оградили от прохожих. А все у вас? Вы ленту убираете, да? Перемещаемся туда, на ту сторону. А, на ту сторону? Нет, подальше, на ту балкон. Сами жильцы дома и прохожие к снегу на крыше относятся спокойно. Кого-то устраивает периодичность очистки крыш, а кто-то считает, что нужно делать это чаще. Живательно надо своевременно чистить. Нормально, нормально в нашем районе. Я в 36-м живу, там тоже у нас чистят. И во дворе чистят. В этом году вообще хорошо, мне нравится. Мастер Гульнара Сафина говорит, что в этом доме они были неделю назад и уже снова на Мело. И таких домов в районе много. Ой, как мне не соврать вам. Ну, примерно. Дом 50, ой, 20, наверное, есть точно. Дом пятиэтажный. В сопровождении мастера мы решили подняться наверх. Сейчас попробуем подняться и посмотрим вблизи, как работает группа текущего ремонта по уборке снега, есть ли в этом вообще какой-то риск. На козырьках балконов довольно плотный слой снега, порядка 40 сантиметров. Здесь бетонное перекрытие, здесь капитальная эта крыша. А вот где самоделка, мы просто что достаем, убираем. Вид с крыши, конечно, красивый, но это только с точки зрения обывателя. Если смотреть со стороны рабочего, здесь не так уж и уютно. Какие меры безопасности у вас? Ну, вот эта вот веревка, подержим от этого. Чтобы этот человек, если упадет, чтобы не ушел. А так вообще, ну, как бы, вы привыкаете, либо все-таки страшно спускаться? Ну, привыкаешь, конечно, в первый раз страшно, а потом уж как-то, ну, главное, низ не смотреть. Вообще, как правило, группа по очистке снега состоит из четырех человек. Это один бригадир, который снизу смотрит, чтобы люди не ходили, и трое работают наверху. Используют только пластиковые лопаты, чтобы не испортить покрытие козырьков и крыши, и чтобы весной жильцам верхних этажей не пришлось жаловаться еще и на кровлю. Вот таким образом управляющие компании чистят крыши домов и балконы. При усердной работе на один дом уходит чуть более часа. Алмаз Кашаев, Максим Липин, Новости НТР. Нижнекамский участковый услышал приговор, который зачитали в его адрес бывшего правоохранителя. Они подозревали в избиении человека, и этот факт был доказан в суде. Признать в новом совершении преступления, предусмотренном пунктами АВ, части 30 статей действия, существует в лоб на подъезде Российской Федерации и назначенном наказании. По данной статье в виде решения срока на три года с лишением права занимать должности правоохранителя на поле Российской Федерации срока на два года с отбыванием наказания справить никого не общего режима. Эта история началась летом прошлого года, когда в участок привезли пьяного мужчину за неуплату штрафов. Во время разговора между полицейским и мужчиной завязался конфликт, и тогда, по словам пострадавшего, участковый начал избивать его от многочисленных повреждений. Он потерял сознание, но эту версию полицейский отрицает. Он говорит, что мужчина уже приехал с гематомами в свою защиту. Он предлагает фото задержания, на котором видно несколько ссадин на руке. Но, несмотря на все оправдания полицейского, он получил реальный срок – это три года лишения свободы. Ну, любой конфликт полицейских и гражданских всегда вызывает широкий резонанс. Многие люди считают, что силовики превышают полномочия, а полицейские, в свою очередь, сетуют на излишнюю панику граждан. Но такие разговоры на пустом месте не рождаются, и мы сделали опрос, в котором узнали, сталкивались ли нижнекамцы с произволом полиции. – Да. – Могли бы рассказать? – Ну, моим знакомым подкинули наркотики. Вот и теперь они сидят. – Не знаю, даже не было вроде ничего такого. – В жизни у людей такое случается, и у меня был один такой случай, как полицейский сбил одного мальчика. – Если уж обращалась, так все нормально. Не могу пожаловаться. – Нет, не было такого. Так что ничего не могу сказать про полицию. – Ни плохого, ни хорошего. Объекты, которые находятся глубоко под землей, и о которых мало кто знает, посетил Вадим Струйминский. Эти бункеры должны уберечь нижнекамцев от возможных техногенных катастроф. А в каких условиях будут укрываться работники производства, и куда идти простым гражданам – в следующем сюжете. – За несколько десятков лет существования защитного сооружения нога журналиста сюда ступала крайне редко, если вообще это делала. А потому с большим интересом мы попросили начальника штаба провести для нас экскурсию по убежищу. – Основное предназначение убежища – это обеспечение жизнедеятельности человека. Что такое жизнеобеспечение? Это, в первую очередь, дышать, во-вторых, отправлять естественные надобности, и, в-третьих, покушать. Вот как бы эти три основных пункта. Поражающий фактор ядерного оружия – боевые отравляющие химвещества, последствия техногенных катастроф. Двое суток – ровно столько времени люди смогут провести здесь в безопасности и абсолютно ни в чем не нуждаться. Это убежище рассчитано на тысячу человек. Больше людей – меньше кислорода. Собственно, первое, о чем пошла речь – это подача воздуха. Основа всех защитных сооружений – это герметичность в случае катастрофы. Здесь создается избыточное давление, а для подачи воздуха предусмотрено три режима. Это регенерация в случае его полного заражения, фильтрация, допустим, когда воздух сверху поступает зараженный, и здесь его уже очищает. Ну и, конечно, самый простой способ – это обычная подача сверху. Еще один важнейший вопрос – снабжение водой и электроэнергией. Что касается последнего, то основной источник питания – подача электричества из города. В случае перебоя в защитном сооружении есть свой дизель-генератор мощностью 50 кВт. С живительной влагой дела обстоят следующим образом. Вода подается тоже централизованно, городской цикл, и на случай, когда будут перебои, имеются предусматриваются так называемые бачки для воды, объем 7,5 кубических метров, и также имеется еще дополнительно, где дизель, там имеется бак для технической воды. Учебный класс, санузел, медицинский кабинет и пункт приема пищи. Еду обеспечит организация градообразующего предприятия, отвечающая за питание. И это не случайно, ведь 23 убежища, которые есть у нас в городе, предназначены для укрытия персонала объектов, представляющих экономическое и оборонное значение. В нашем случае это промышленные гиганты Нижнекамска. Встает резонный вопрос, а что в момент катастрофы делать обычному населению? Для защиты населения используются все заглубленные помещения города. Это подвалы, в том числе частных домов, административных зданий, высотных зданий. То есть в 2015 году мы провели интеризацию МЧС России, заглубленных помещений. То есть в городе мы одновременно почти 120, даже 150 процентов можем укрыть все население города в данных заглубленных помещениях. Отвечать за открытие тех самых подвалов должны сотрудники управляющих компаний. Что касается защитных сооружений, то даже в мирное время они не простаивают. Каждый месяц среди персонала проводятся обучающие занятия. В оперативный штаб ходит 21 человек. Слесари, электрики, медики, психологи. Этот бункер построили 39 лет назад. За это время по прямому назначению он ни разу не использовался. И хорошо, если бы не пригодился еще долгие годы. Вадим Струминский, Ренат Харасов. Новости НТР. Сотрудники Нижнекамской колонии нашли в заборе пачку дрожжей. Но внимание их привлекло нестандартное содержание этого продукта. В свертке находился наркотик растительного происхождения. И сейчас оперативники определяют, как он мог попасть на территорию режимного объекта. Этот пакет с дрожжами предназначался не для готовки. У него была особая миссия – попасть на территорию исправительной колонии номер 4. Но вот в пакете находились не только дрожжи, но и запрещенные вещества. 13 февраля 2016 года нами сотрудникам оперативного отдела была получена оперативно значимая информация о том, что на прилегающей режимной территории находятся запрещенные предметы. Предположительно, в данных запрещенных предметов может оказаться наркотическое вещество. Данное вещество, которое получено нами информацией, было спрятано вот здесь. И было обнаружено данное вещество уже при обысковых мероприятиях на территории. После вскрытия пакета обнаружили темно-коричневое вещество. У сотрудников не осталось сомнений – это наркотики. После проведения экспертизной экспертизы нам был дан ответ, что данное вещество является гашишем примерно 8-9 грамм веса. Сейчас сотрудники колонии проводят проверку, чтобы выяснить, кому принадлежал сверток с гашишем. Регина Сулейманова, Рафаэр Акипов, Новости НТР. Это не единственная новость из нижнекамских колоний. Полицейские Мордовии совместно с коллегами из Татарстана установили личность подозреваемого в телефонном мошенничестве. Позвонив по телефону, он ввел в заблуждение жительницу Саранска и сообщил о якобы заблокированной карте, а чтобы ее восстановить, потребовал данный счета. Позже с него было списано около 40 тысяч рублей. Мошенник является арестантом и в настоящее время уже отбывает наказание в одной из исправительных колоний города. Сейчас ведется еще одно следствие. Сегодня наш корреспондент Алсу Арсланова добиралась до редакции непривычным маршрутом. А все потому, что на сайт телекомпании, его адрес интертвиз24.ру, прислали письмо с жалобой на общественный транспорт. Пассажиры недовольны интервалом движения. Нас просили приехать на остановку «Эластик». Туда наша съемочная группа и отправилась. Время 7 утра. Мы находимся на остановке «Эластик». Уже очень много людей. Каждый ждет свой автобус. Давайте узнаем, кто куда едет и какое время они уже ожидают. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вы какой автобус ждете? Я там езжу в вахту, а вообще ходят вперед. Я ходил в городе. Хорошо, что у вас есть. Я тучка подошла, а мне 55-й, 5-й дубов. Ну, как считаете, вообще общественный транспорт в Нижнекамске как ходит? Ну, вообще-то в последнее время я не сказала, что так уж отлично, как раньше начали ходить через 15-й. Сейчас бывают задержки. Если провести промежуточный итог, то можно сказать, что большая часть людей на этой остановке ждет вахтовый автобус. Другая половина – либо пятый, либо 55-й маршруты. Давайте тогда мы вместе с вами поедем. Вместе с вами будем сегодня ждать автобус и посмотрим, долго ли нам придется его ждать и какой он будет переполненный или свободный. Это ваше желание. Засекаем время. Время 7.12. 7.12. Вот сейчас 7.15 должен. Посмотрим, через сколько подойдет автобус. Пока автобусы не видно. Будем надеяться, что подойдет. Будем надеяться. Так, кто-то едет. 55-й. Перед этим ушел, по-моему, 55-й. Мы прождали 3 минуты, да? Сейчас попробуем зайти. Приехал наш автобус. Мы прождали 3 минуты. Сейчас попробуем попасть. Очень много людей ждал этот автобус. Падик небольшой. Народу довольно-таки много. Но не скажу, что тесно. Довольно комфортно. Необходимо только держаться за поручни, чтобы не упасть. Одна из главных проблем в общественном транспорте – заплатить за проезд. Людей много, дойти до кондуктора проблематично. Давайте попробуем передать за проезд. Мы уже проехали одну остановку, а еще не заплатили. Так, где у нас кондуктор? Вы до нас дошли? Дошла. Скажите, пожалуйста, вообще у вас много людей? Много народа. Тяжело обелечивать? По-разному бывает, когда народу много, да, но трудно обелечивать. Скажите, пожалуйста, вы часто едете на этом маршруте, на автобусе? На работу еду, да. И как он, как ходит, как встать? Не сказала, часто. Ну вот мы и доехали до нужной нам остановки. Наш путь занял не больше 10 минут. Это остановки «Эластик» до «Спортивной». Вести с ожиданием около 20 минут все у нас это заняло. Автобусы было, конечно, многолюдно, но довольно комфортно. Однако горожане сказали, что нам еще повезло. Иногда им приходится ждать по 20 минут и заталкиваться в общественный транспорт, как говорится, как кильки в бочке. Алсу Арсланова, Рафаэль Ракипов, Новости НТР. Об этой теме нам сообщили по телефону жителей города. Если у вас тоже возникли проблемы и вы хотите о них рассказать, то можете связаться с нами по телефону 40 07 70 или пишите нам на наш сайт, его адрес интердфиз24.ру. А вот на улице Бызова пришла весна. Там потекли ручьи и зазеленела трава. Правда, это не заслуга природы, а всего лишь засор трубы, которая проходит рядом с теплотрассой. Поэтому-то местные жители и недовольны этой историей. В водоканале пояснили, что вода осталась на этом месте после откачки канализационных стоков, которую производили утром. Там произошел засор и, скорее всего, по вине самих жителей, которые бросили в санузел габаритный предмет. Аварию тут же устранили. Дошагали до финала. В Нижнекамске выбрали школьников, которые лучше всех ходят с троем. Участие в смотре приняло 9 команд. На зональном конкурсе смотры строя и песни были выявлены самые лучшие команды. Если среди девушек в финал вышла только одна команда этого 14-го лицея, то среди юношей борьба только начинается. 9 взводов и только одно первое место. А вот открыли смотр начальной классы. Это большая честь для меня выступать за честь моей школы. Мы очень много готовились. Я думаю, мы справимся с этим напряжением и достойно промаршируем. Финал смотры конкурса строя и песни – это особое мероприятие для каждого парня, мальчика, мужчины. Потому что тут мы показываем свою доблесть, мы показываем свой патриотизм, как мы любим родину, как мы будем, умеем ее защищать. Года три назад было волнение, а сейчас уже спокойно. Воспринимаю это как должно и маршировать надо этого, воспитывать патриотизм. В итоге победителями конкурса стал взвод девушек 14-го лицея среди учебных заведений района Камскополянская школа среди парней «Лучшая 29-я школа». Их наградили дипломами и сертификатами от главы Нижнекамского муниципального района. И особо приятный подарок – это, конечно же, денежное вознаграждение. Также сегодня награждали не только победителей среди взводов, но и лучших по разборке и сборке автомата и подтягивании. Телекомпания «НТР» и «Русфонд» продолжают помогать тяжелобольным детям. На прошлой неделе вы помогли 8-летнему Стасу из Нижнекамска. У него ДЦП. Но благодаря вам теперь есть все шансы на выздоровление. Сегодня история маленького Азамата из Казани. Мальчик с рождения плохо слышит, у него тугоухость. В свои четыре года он плохо различает звуки и почти не говорит. Что тут написано? Что тут? Надо посмотреть. Для своих четырех лет Азамат говорит не очень хорошо, но то, что он хотя бы произносит слова – уже чудо. С рождения малыш плохо слышит, у него двусторонняя тугоухость. Изначально мы обратили внимание, что ребенок не говорит. Потом уже в три годика заметили, что он все-таки плохо слышит. Даже вот когда они с сестренкой сидят, играют, дверь открывается, она сразу реагирует, а он сидит, как играл, так играет. Потом уже мы забили тревогу и начали обращаться к специалистам. Но дома, конечно, мы говорим громко, чтобы он слышал. Приходится использовать иногда жесты. Азамат – заботливый брат и помощник для родителей. Несмотря на трудности, которые преодолевает и не каждый взрослый, малыш веселый и общительный, говорит мама. Каждый день он с удовольствием ходит в садик, играет с детьми. Он многие звуки слышит, но основные речевые звуки он не слышит, так как слышат все слышащие люди. И из-за этого происходит недослышивание. Значит, словарный запас страдает, речь нечетко, не развита. Ему очень сложно понимать обычных людей, которые говорят спокойным, ну, спокойным, негромким голосом. Вот на помощь приходит цифровой слуховой аппарат, который усиливает именно недостающие для него звуки. И он начинает лучше слышать, соответственно, начинает более четко разговаривать. Такие слуховые аппараты помогут мальчику слышать все звуки. Стоит такая надежда на новую жизнь – 293 тысячи рублей. Родителям такую сумму не потянуть. В семье двое детей, работает только папа. Этот светлый, кореглазый мальчишка очень надеется на вас, наши телезрители. Он хочет, чтобы его мама больше не плакала, чтобы он пошел, как и все, через пару лет в обычную школу. В Нижнекамске завершились отборочные туры конкурса «Созвездие Йолды Злык». Сегодня жюри оценивало выступление девяти хореографических коллективов. Сегодня огромное количество, как вы уже видели, огромное количество детей. К этому конкурсу дети с удовольствием готовятся. Всем хочется попасть в город Казань, потому что там детей встречают с большим удовольствием. Дети участвуют в этом конкурсе. После сложного обсуждения жюри выберет тех, кто пройдет на зональный этап фестиваля. Он состоится в Доме народного творчества 4 и 5 марта. Список огласят уже в понедельник. Победители же поедут на суперфинал в город Казань. А вот после сегодняшнего выступления у ребят осталось хорошее настроение, ведь многие из них друзья. Но не стоит забывать, что это все-таки конкурс. И давайте посмотрим, как это было. Субтитры создавал DimaTorzok У меня хорошее настроение. Я люблю танцевать. Сегодня отличный праздник. Очень большие эмоции. Очень понравилось все. Все коллективы здорово выступили. Все очень было качественно проведено. И все здорово. Мои эмоции просто... Я не могу сказать их словами, но вот как я станцевал, наверное, так вот и мои эмоции. То есть это реально классно. И мне очень приятно, что маленькие ребята тоже выступают, танцуют, стремятся к чему-то. Это очень круто. И поэтому для этого и существует этот конкурс, наверное. Далее вас ждет спортивный обзор Кирилла Давкаева. Я же с вами прощаюсь. И желаю вам приятных выходных. До встречи. Сегодня в новостях спорта. За бортом нефтехимик завершил участие в чемпионате. Бои юных. В Афанасово прошло открытое перенство района по боксу. Об этом не только сразу после рекламы. Как ни крути, люстра все равно висит. Год назад мастер своего дела Денис Иванович установил ее. А Макси Свет дает год гарантии на люстры и их установку. Компания Техноколор весь февраль дарит скидки до 23% на пластиковые окна и алюминиевые витражи. Подробности по телефону. 45-68-86. Акция. Закажи окно в феврале и получи москитную сетку в подарок. Квартиры на живописном берегу Камы. Свободная планировка. Индивидуальное газовое отопление. Кладовые. 45-68-86. Начни обучение с 3000 рублей. В одной из лучших автошкол города. Автолидер. Телефон 8-917-879-3535 и 8-960-075-3535. Продолжается акция канала НТР и школы Автолидер. Обучение в подарок. Итоги 21 февраля. Подробности по телефону 8-917-980-40. Сейчас или дороже. Бери Ниссан в феврале. Получи выгоду до 180 тысяч рублей. И зимнюю резину в подарок. Хочешь больше? Приезжай. Обсудим. Автоцентр Марка. Казань. Чуйкова 54В. Звони. 4 пятерки. 3 единицы. Современные модели слуховых аппаратов. В центре радуга звуков. Незаметные внутриушные. Для детей и взрослых. Телефон в Нижнекамске. 32-33-53. В магазине «Тысячи мелочей» новое поступление. В большом ассортименте инкубаторы. Инфракрасные лампы для животных. Кормка для кур. Ракушка, рябушка, несушка. Мелкормовой и многое другое. Магазин «Тысячи мелочей». Проспект Мира, 105А. Мужчины бывают разные. Серьезные и смешные. Влюбленные и любящие. Подарки для всех в гипермаркете «Эссен». К мужскому празднику от чистого сердца. Подарочный набор «Тимотей». Шампунь и гель для душа. Всего 139 рублей. Сломался компьютер. Что же делать? Звони в «Фикс-Смарт». Это ремонт компьютеров профессионалами с выездом на дом, без обмана и по выгодным ценам. Телефон в Нижнекамске 488-321. «Фикс-Смарт». С нами опыт. На телеканале НТР обзор спортивных новостей. В студии Кирилл Давкаев. Здравствуйте. Прощай плей-офф. Хоккейный нефтехимик выбыл из розыгрыша регулярного чемпионата и отправляется в отпуск. Причиной стало минувшее поражение в Минске от местного «Динамо». Игра носила ключевой характер. На благосклонность претендентов за выход в «Восьмерку» можно было не надеяться. В любом случае, только три очка позволили бы нижнекамцам продолжить битву за «Восьмерку». Набрать очки получилось, но только от вылета наших это не спасло. Минчане повели в счете под занавес первого периода. За минуту до финальной сирены «Химики» сравняли. В итоге все решил в серии «Буллитов», где подопечные Назаровы уступили 1-2. Следующий матч «Интихимик» проведет в Риге против «Динамо», после чего отправится в отпуск ждать нового сезона. А вот для нашей молодежки этот сезон закончится еще не скоро. «Реактор» сейчас возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции, имея в своем активе 109 очков. В сводной таблице чемпионата наши парни уступают по количеству результативных баллов лишь Красной Армии. После перерыва подопечные Соколова выйдут на лед уже завтра, а стартует мини-серия в Тольятти матчами с местной ладьей. После болельщиков ждет татарстанское дерби, в рамках которого наши на выезде сыграют с казанским «Ирбисом». В Нижнекамск «Синебелый» вернутся 26 февраля. Тогда в гости пожалуют сибирские снайперы. Но пустовать оставшееся время в «Тихимарене» не придется. Профессиональный лед теперь открыт и для любителей. Первый прием посетителей на каток Ледового дворца «Нефтихимарены» состоит 18 февраля. Для желающих предусмотрено два сеанса в 19 часов и в 20 часов. Можно оплатить сразу обе сеанса и кататься целых два часа. Коньки выдаются под залог документа удостоверяющего личность. Один час катания со своим инвентарем обойдется в 100 рублей. Аренда коньков в 150. Для организованных групп от 10 человек действуют специальные тарифы. Теперь перейдем со льда в спортзал, а именно на боксерский ринг Афанасовской школы бокса, где в эти дни проходит первенство города и района среди юниоров. Они на сегодняшний день набираются опытом. Какие-то ребята, которые поопытнее боксируют, они смотрят на них. Дети уже набираются опытом. Для этого мы и проводим. Последний раунд. Все, побить надо, ясно? Поиграй. Живой, как раз ударит, пусть руки опускает. Живой. Последний раунд, давай. Вот так молодежно. Все, 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 все. Давай, 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 давай. Да, шибри. Раз, лету. Еще, 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 еще. Всего на ринге более сотни спортсменов из Новошишминска, Мамадыша, Набережных Челнов. Но самой представительной была команда хозяев турнира Афанасовского сельского поселения. На соревнованиях бились спортсмены первых лет обучения. Стартовав накануне в финальную часть, первенства прошли преимущественно представители принимающей стороны, а также города Нижнекамска. Именно они и стали основными претендентами на золотые медали в общекомандном зачете. Первые афанасовские боксеры. Ну, я соперника очень ценил, очень. Он старался. А сам как? Отлично. Собросил все, и начал заниматься. Мне нормально. Они только познают азы бокса. Тут ни о каком боксе еще пока ничего речи не идет. Так, можно сказать, драка. Они сейчас, я смотрю на их характер, на их характер. Ну, и делаю какие-то выводы на будущее, на будущее. Продолжая тему единоборств, поговорим о самообороне без оружия. Сразу четыре воспитанника спортклуба «Нефтехимик» вошли в число призеров республиканского первенства по самбо, прошедшего в Нурлате. Бронзу в самой легкой весовой категории взял Булат Фазелянов. Весе 55 килограммов в копилку нижнекамской команды пополнил Фирус Шеров. По итогам поединка встав третьим. Весе 55 килограммов на пьедестал подсчета подняли сразу два нижнекамца. В этой категории не было равных Артуру Фахрудинову. Фирус Шеров взял медаль бронзового достоинства. Не остались нижнекамцы и бессеребряных наград. Второе место весит 66 килограммов, занял Эльмир Садыков. Всего за звание лучших в республике боролись 200 юных спортсменов из 20 городов и районов Татарстана. Ну а теперь немного о том, что ждет нас в эти выходные. Выдадутся они весьма насыщенными. Долгожданная лыжня России, которую ранее перенесли в виду неблагоприятных условий, состоится в эту субботу. Мероприятие пройдет в лесном массиве у спорткомплекса «Батыр». Массовые забеги стартуют в 10 утра. Торжественное открытие в 11.00. Ну а поклонников национальной борьбы в этот день ждут в спортзале «Факел». Там пройдут ежегодные соревнования по крэш. На этот раз в новом формате открытого турнира. Нижнекамские спортсмены померятся силами с представителями Елабуги и Зайнска. Начало в 10.00. Также в субботу с 10.00 до 12.00 часов дня в Дьодзё Третьей Дю США пройдет мастер-класс девятикратного чемпиона Таиланда по тайскому боксу «Паяо Канжанграта». Ну а в 17.00 в Доме народного творчества стартует грандиозный турнир «Фестиваль единоборств». Событий, масштабов которому в Татарстане еще не было. Не пропустите. Не придется нижнекамцам скучать и в воскресенье. В легкоатлетическом манеже спорткомплекса «Шинник» пройдет дебютный турнир по легкой атлетике памяти первого директора спорткомплекса Валерия Дмитриева. Открытие намечено на 11.30. Первые старты в 12.00. Также в воскресенье впервые в городе пройдут соревнования по женскому силовому троеборью. Организатором выступает нижнекамское движение «Будь в форме». Участницам предстоит выполнить приседания, вис на перекладине и отжимания с упором на колени. Заявиться может любой желающий. Все пройдет в спорткомплексе «Ярыш» начала в 14.00. Ну а любители автогонок могут поддержать наших пилотов в соседнем автограде. Команда «Виати МЦ Автокросс» примет участие в благотворительных стартах за Кубок Салавата. Соревнования входят в официальный календарь Федерации автомотоспорта. Кубок пройдет в набережных Челнах, место проведения ипподром. На этом у меня все. Смотрите далее в эфире НТР прогнозы погоды. Я же с вами прощаюсь и напоминаю, что связаться с нашей редакцией можно по телефону 40 07 70, а также посредством сайта ntrdefis24.ru. До встречи в эфире. Спортивных вам выходных. Отделение Российского союза боевых единоборств в Нижнекамске. Исполком Нижнекамска представляют. Впервые на сцене Дома народного творчества. Поединки по четырем видам боевых единоборств. В рамках ежегодного фестиваля боевых единоборств. В полноконтактные бои, показательные выступления, красочные шоу-номера и, конечно, почетные гости. Многократные победители и призеры мировых чемпионатов. Специальный гость. Девятикратный чемпион Таиланда. Мастер Паяо Каджанград. Официальный партнер маркет спортивного питания Спортфит. Генеральный информационный партнер Нижнекамская телерадиокомпания НТР. 18 февраля в 17.00. Вход свободный. Предварительная запись в кассах ДНТ. Погода в Нижнекамске на 18 февраля. Ночью минус 14. Утром 12 градусов мороза пасмурно. Днем пройдет снег 10 градусов ниже нуля. Вечером чуть теплее 9 градусов мороза. Ветер южный 6 метров в секунду. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 80%. Субтитры подогнал «Симон»!